Не будет разработана идеология этой войны и внедрена в массы российских войск, то я прогнозирую на будущий год еще более жестокие поражения нашей армии, вслед за которыми последует вмешательство в войну, возможно, некоторых стран НАТО, возможно, Польши, возможно, каким-то образом мешается Румыния, но на Приднестровском, по крайней мере, направлении. Чтобы победить, именно победить на Украине, нам необходимо будет поставить в строй еще там полмиллиона, условно говоря, солдат. Как минимум. В 2023 году 2022 будут вспоминать с ностальгией. В этом можно не сомневаться. Добрый вечер, уважаемые зрители. Рад вас приветствовать на кануне Нового года. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Доброе утро, лечим с материалом. А ведь, ситуация на фронте, в opiniи о Гуркина, выглядит стабильнее. Обе стороны имеют менее-менее паритет сил, имеют резервы, но не спешатся с их использованием. В целом последних 10 дней Россия, głównie силами ПФВ-Вагнер, пробует штурмовать Бахмут и околицы Солидару. В некоторых местах СЗУ отбиły trochę terену, в других СЗУ доконаły droбных постепов. Преламания не ма и не может быть, потому что атакующие не мај над броняющимися преваги в силах, артылерии или даже амуницией, констатуя Гиркин. Сај какие-то локальне старча, але не сај то старча целем здобица инициативы. Потэжный мобилизатор подкреўла, что, хваа богу, Украина не доконала ударојн на некоторых odcинках, которых очень обавил. Ходи главно о Запорожа, в керунку на Мелитопо. Којчоць вонтек, Гиркин подкреўла, что Росја надал валча тактыка валения головом в мур, којстовне для росыјстей, здолней до walkи пићоты. И Огуркин не розуме, длакцего Росјани не хцам działaј на других керунках. Где меньшими сијами можно было бы осијнать певне сукцесы. Аха, ко до вымяни ударојн, ракетами и дронами, през обе стороны, не маја они децидујцего значения для проводения дзяланј бојых, о чем потэжный мобилизатор вспомняјј уже не раз и не два. Слухаме вонтку о острале украјнскій енергетики. Да, сегодня, прямо и в предыдущие несколько дней росјјские войска наносили массированные удары по энергоструктуре, энергоинфраструктуре Украины. Но полностью они ёе из строя выводить явно не собираются, поскольку иначе Росјська Федерация не сможет далее прокачивать нефть и газ через территорию Украины на территорию Европы. А также, собственно, саму Украину, которая по-прежнему сидит на российском газе и им отапливается в значительной степени. Вот такая у нас вот замечательная, интересная специальная военная операция, когда войска воюют, люди погибают, а доходы Газпрома и Роснефти, они, в общем-то, отдельно от российского государства. Гиркин тяжко вздыха и говорит, что додатково звякшилася лость старч и острзаљов в обшаре приграничном, по стороне росыјстей. Кораз чащеј доходи до infiltрации групп диwersыјных, вымяны ударењ, острзаљов, эксплозји. Всёско то действиеся значнее чащеј нижјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјј, а сейчас слушаме дугује, а лесу, ако troubledно, а потом интересувјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјтата. Бѐдpieces не т Beltијјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјј Давайте подведем итоги уходящего 2022 года. Конечно же, для Российской Федерации и для так называемой Украины это был год, прошедший под знаком войны. Однако, сразу скажу, что это был год ползучего продвижения и в Российской Федерации, и на Украине, и во всем остальном мире ползучего продвижения проектов мирового правительства, проектов глобализации, хотя, конечно, в результате боевых действий они в значительной степени отошли в тень. Но люди, структуры и сообщества, которые их продвигают, они никуда не делись, они продолжают активно работать, продолжают активно выстраивать надгосударственные системы управления. Или, по крайней мере, внутри государств создавать базу, которая могла бы быть использована при строительстве так называемого нового мирового порядка. Но, не являясь как бы специалистом-конспирологом, уступаю подробное разбирательство этих вопросов другим людям, а сам перехожу непосредственно к войне. В феврале прошлого года не стал первой активной операцией российских войск в 22-м году. Все мы помним, что накануне буквально, начало наступления, за месяц до него, российские войска осуществляли миротворческую операцию в Казахстане. Сейчас уже то, что происходило в Казахстане почти год назад, прочно подзабыто. А между тем, эта военная операция впервые показала, насколько Российская Федерация не способна использовать даже успехи своих войск. Год назад российские войска стабилизировали обстановку в Казахстане, который мог скатиться к гражданской войне. Теперь задним числом мы понимаем, что решение о начале специальной военной операции, естественно, было принято загодя. И реагируя на фактический переворот в Казахстане, на подход его к порогу раскола и гражданской войны, Российская Федерация, ее власти действовали в пожарном порядке с единственной целью. Пригасить конфликт сейчас, любым способом, любыми методами, чтобы высвободить силы для заранее намеченной операции на Украине. С военной точки зрения это было, наверное, целесообразно. А вот с военно-политической по итогам года обернулась полнейшим провалом. Я надеюсь, опять на мемы распилят мое выражение о полном провале военно-политической, вообще политике Российской Федерации в Казахстане. Вишенкой на торте, как говорится, стали недавние заявления президента Такаева, главы Казахстана, о том, что Казахстан не станет для Российской Федерации лазейкой для обхода санкций. И в целом в Казахстане установилась и сейчас действует откровенно антироссийская власть, в которой включают себя знаковые фигуры откровеннейших, патентованных, не скрываемых русофобов, находящихся на важнейших государственных правительственных постах. В перспективе Казахстан представляет для нас по-прежнему очередной фронт, который может возникнуть в любой момент. Да, Казахстан, естественно, не атакует Российскую Федерацию, пока она находится в более или менее едином состоянии, пока она еще сильна. Однако, как в самом Казахстане, противоречия, которые год назад вспыхнули ярко, но недолго, они никуда не делись. И Казахстан нескрываемо лавирует в стан наших врагов и противников. В будущем году прогнозирую вероятный переход Казахстана в ряды откровенных врагов Российской Федерации, вернее, завершение этого пути. В том числе, даже не исключаю, что в будущем году мы получим столкновение на российско-казахской границе. Такое я не исключаю. Будем надеяться, что данный прогноз, он не окончательный, он не является твердым. Это всего лишь гипотеза. Но, по крайней мере, все движется к тому. В любом случае, резкое усиление русофобии в Казахстане, которая, волна которой нарастает в течение, нарастала в течение всего уходящего года, она в 2023 году будет только усиливаться и вызывать дополнительную напряженность уже в межгосударственных отношениях между Российской Федерацией и Казахстаном. А теперь перейдем ко второму, намного более крупному. Намного более тяжелому геополитическому поражению Российской Федерации в заканчивающемся году. Конечно же, специальной военной операции, которая теперь уже можно точно на основании всех поступивших данных сказать. Планировалось как легкий поход за зипунами, со сменой политической власти в Киеве, недолгий, проводимый силами исключительно кадровой армии и мобилизованного Донбасса. И не завершилось по сей день. А промежуточный результат мы видим. Это тот результат, о котором я предупреждал, начиная, наверное, с 2015 года, когда говорил о том, что идеальной ситуацией для наших геополитических врагов станет создание огромного, протяженного и кровавого фронта противостояния между Российской Федерацией и Украиной, при которой ни та, ни другая страна не могут одержать решительную победу. В данной цели наши геополитические враги, враги, подчеркиваю, не Путина, враги России, добились в полной мере. И наша власть, к сожалению, им в этом помогла, ну, практически сыграла с ними не только в пас, а сыграла с ними в поддавки в данном вопросе. Операция на Украине началась с громких побед, но уже в марте были понесены первые тяжелые поражения, которые были полностью скрыты от российских граждан нашей пропагандой, нашими средствами массовой информации. Далее была попытка взять реванш и попытка договориться. Эти попытки сменяли друг друга вплоть до осенних поражений, до так называемого передислокации, перегруппировки из Харьковской области, когда все занятые в начале специальной военной операции города и территории Харьковской области были сданы, частично с боем, а большей частью без. Вслед за тем последовали поражения под Красным Лиманом, в результате чего часть Донецкой Народной Республики была вновь отвоевана в СУ, вновь попала под их оккупацию. Ну и увенчалось все это оставлением Херсона, теперь уже как областной столицей субъекта Российской Федерации. Оставление после тяжелых боев на плацдарме, но без неотвратимой военной необходимости. Ну и ноябрь-декабрь прошли под знаком боев местного значения, весьма, между прочим, кровопролитных, поскольку обе стороны непрерывно обмениваются артиллерийскими и ракетными ударами, а на этой войне 93% всех раненых, находящихся в госпиталях, это люди, раненные осколками артиллерийских и ракетных снарядов. И только 7% приходится на все остальное, на подрывы, на минах, на пули, на различного рода военные травмы, полученные с помощью другого оружия или просто в результате несчастных случаев. Основные потери на этой войне от артиллерии и от других боеприпасов, доставляемых техническими средствами. Подводя итог, можно сказать, что Российская Федерация не потерпела военного поражения, но получила самый близкий к этому поражению результат по степени негативного влияния на внешнюю и внутреннюю политику, на социальную сферу, на престиж Российской Федерации в мире. Не сумев справиться с Украиной, как хвастались господа Соловьев, госпожа Скобеева, всякие там остальные официальные пропагандоны на центральных каналах еще буквально год назад. Не сумев справиться ни за два дня, ни за три дня, ни даже за неделю или за месяц, не сумев справиться с врагом за 10 месяцев и более того, после 10 месяцев не являясь близки к данному результату, Российские власти, Российская Федерация как государство потеряла международный престиж настолько, что даже самые мелкие и самые жалкие враги, Типа прибалтийских лимитрофов, сочли возможным открыто оскорблять Россию, резко усиливать свою русофобскую политику по отношению к русским, оказавшимся после 1991 года на их территории. Финляндия и Норвегия отправились в НАТО прямым ходом, отбросив свой длительный нейтралитет. У Норвегии он вообще продолжался неизвестно сколько, если не считать Второй мировой войны, когда она сама подверглась агрессии Германии. Япония вновь оживилась по вопросу о Курейских островах, и даже Турция и Азербайджан действуют совершенно нагло, фактически открыто готовятся окончательно превратить в вассальное государство Армению, которое входило в число союзников Российской Федерации. Это можно перечислять еще очень-очень-очень долго. В мои задачи это не входит. В мои задачи входит сказать, что кануну 2023 года Российская Федерация подошла с результатами, которые, наверное, наша государственная власть заслуживала по своему качеству, которое слово «качество» можно брать только в кавычки, но которое оказалось совершенно неожиданно, в том числе и для граждан Российской Федерации, которые в значительной степени почему-то полагали, что несмотря на колоссальную коррупцию, полное отсутствие политических свобод на самом деле, полное отсутствие вообще каких-либо политики и влияния населения на власть, Россия зато является по-настоящему мощной, сильной, уважаемой в мире могучей державой, как убеждали население средства массовой информации. К сожалению, или, может быть, к счастью, это отдельный вопрос, ну, к счастью, это точно не скажешь. Теперь этот миф развеялся. Мы подошли к порогу, когда население поняло, что и в этом вопросе, в вопросе обороноспособности, в вопросе величия, в вопросе политического влияния на соседей, Россия не более сильна, чем во всех своих внутренних проблемах. Соответственно, мы подошли к грани не только резкого усиления военного давления в ходе продолжающейся войны на нашу страну, мы подошли еще к кризису доверия, к грани кризиса доверия населения государственной власти в стране, включая высших персон этой власти, включая, прямо скажем, президента Российской Федерации. А это чрезвычайно опасно, поскольку именно этого добивались и будут добиваться все внешние враги, кстати, и внутренние тоже. При этом, подчеркну, за минувший год никаких выводов ни из военных поражений, ни из провалов на фронте и в тылу высшие государственные власти Российской Федерации не сделали. Это тоже еще один итог 2022 года. И главное, что не сделано, это не пересмотрен подход к кадровой политике. Наверху, у власти, на важнейших постах, от которых зависит победа или поражение в этой войне, остались люди, которые проявили полную некомпетентность, я бы даже сказал, преступную некомпетентность, в подготовке к этой войне, а также в ее ведении. Поэтому Новый год мы встречаем с министром обороны, который провалил подготовку российской армии, превратил ее в парадное выходное учреждение для проведения фейерверков и военных праздников. Он находится по-прежнему на своем месте. Мы имеем по-прежнему на посту генерального штаба человека, который спланировал все наши победы, в результате чего Донецк по-прежнему находится под ежедневным огнем врага, а теперь еще и Белгородская, Курская, Брянская области находится под огнем врага также. Не говоря уже про удары по Энгельсу и прочее, не говоря уже про очень серьезные потери в живой силе и технике, которые понесены нашими войсками. Мы подходим с неизменной командой тех же самых людей, которые окружали президента в течение 20 лет его правления. То есть мы подходим с теми людьми, которые не способны выиграть эту войну. Я об этом совершенно уверен. В целом, если в 2023 году, особенно в первой половине, не будет проведена кадровая революция сверху, то конец следующего года мы рискуем встретить в намного более, скажем так, мягко, намного более тяжелой ситуации, чем имеет место сейчас. Гиркин контурует свой монолог пиwnичный, что в последние несколько месяцев все пропагандыщи о разном стопе смертности, плюс некоторые корреспонденци войскови, начали свою старую спевку, что Украина на последнем выдаху. И уже за chwilę по-просто упаднет с вычерпания. Огуркин хочет по-просто вспомнить, что эту старую спевку слышит себя от 2014. И какось Украина ни не замарзла, ни не сделала kolejного Майдану. А хитре планы Путина, в скрюте ХПП, спеўзлы на никчем. Обецнє војско украинске есть збројное через целе НАТО најновочеснейшим спрэнтом. И с каждым месяцем нараста и долясть и донослость клэск, какие Украина задај Росји, загор Игорь Иванович. Но тексты о Украине на скрају препащи са obecне очень популярны во всех медиах. И в тен способ мышлення јсть ласованы през рекомо поважных экспертов. Потэжный мобилизатор јсть скрайне противне такему мышленню и узнај, что јсть то родзима диверсия. Послушайте. Беде вонтек Польски. Ну, я это воспринимаю как диверсию. Как самую натуральную диверсию. Вся компания СМИ, нацелена на то, чтобы успокоить обывателя, она, скорее всего, нацелена в том числе и на то, чтобы успокоить наши власти, дать им самоуспокоиться, что достигнут некий паритет, что дальше поражений не будет, что будут только, если и будут, то только победы. И поэтому никаких дополнительных мер по мобилизации экономики, по мобилизации промышленности, по мобилизации военного производства и даже наше общество нам проводить не нужно. Ну, так вот, если в 2023 году в первой половине года, это я по максимуму, по самому беру первую половину года, не будут проведены дополнительные эти мероприятия по настоящей мобилизации. Если не будет поставлена задача по разгрому ВСУ полному, и эта задача не будет объявлена, не будет разработана идеология этой войны и внедрена в массы российских войск, то я прогнозирую на будущий год еще более жестокие поражения нашей армии, вслед за которыми последует вмешательство в войну, возможно, некоторых стран НАТО, возможно, Польши, возможно, каким-то образом вмешается Румыния, ну, на Приднестровском, по крайней мере, направлении. Я не исключаю даже вмешательство в войну в виде каких-то провокаций Турции, которые, видимо, собираются в ближайшее время вместе с Азербайджаном зачистить остатки Нагорного Карабаха, где пока еще расположены наши миротворцы, которые будут вынуждены выполнять свой долг, и не смогут этого сделать против, естественно, турецко-азербайджанской армии Соединенных Сил. Вариантов, короче, много, но все они в основном будут носить негативный характер. Только отмобилизованная Россия, по-настоящему отмобилизованная, только Россия, которая начнет обновление в самой себе путем замены наиболее, хотя бы наиболее некомпетентных, проворовавшихся, известных в народе в своей гнивой сущности руководителей и вип-чиновников, и вип-менеджеров, только такая Россия может одержать победу в войне, которая попытается хотя бы провести реформы сейчас, пока не поздно. Если же этого не произойдет, 23-й год может стать годом крушения, военного крушения, военной катастрофы или годом внутренней смуты, концу будущего года. Гиркин будет усиливаться с каждым месяцем за счет постоянного притока и людей, и вооружений, и боеприпасов, в том числе самых новейших из стран НАТО. Возможно ли победы? Да, возможно, и локальные, и на самом деле возможно ли стратегическая победа в 23-м году. Вообще, 23-й год он либо станет годом у потерянных возможностей, полностью потерянных, фатальных, фатальных потерь, необратимых потерь, либо он станет годом нашей победы. К концу 23-го года Российская Федерация имеет все шансы одержать полную победу над Украиной, разгромить ВСУ и освободить по крайней мере большую часть Украины и создать условия для ее просто полной ликвидации как государства. Но эти шансы пока призрачны. Более того, они пока не обозначены даже, как я уже подчеркивал, в качестве конечной цели войны. Огуркин прогнозирует, что невероятно будут следующие офенсы. Возможно, что уже недуго, хоть не нет доступа до планов в войск росыщих и украинских, но офенсы будут, а 2023 будет роком поважных и решительных старцев. Посмотрим на экран. Дальше часть мручных гиркинских прогноз в оригинале. И в целом, к сожалению, 2023 год для всех жителей и России и граждан так называемой Украины будет годом значительного ухудшения уровня жизни, серьезных потрясений, годом потерь во всех отношениях. 2023 году 2022 будут вспоминать с ностальгией. В этом можно не сомневаться. А будет ли этот год годом возрождения надежды на будущее? Годом, когда наконец некоторые люди проснутся и поймут, что Гаага уже вот рядом совсем, а то и не Гаага, а то и кол в задницу. Этого мы не знаем. Хотя хотелось бы в это верить. И поэтому как бы желаю вам всем и себе тоже увидеть в наступающем 2023 году наконец лучше поздно, чем никогда действия, которые будут нацелены на выход из ситуации, на активный выход из ситуации, не путем капитуляции и сдач последовательных всего, включая суверенитет России, а на ее возрождение во всех отношениях. Пусть мы придем к концу следующего 2023 года не уже за порогом развернувшейся катастрофы, а на пороге реального возрождения России во всех отношениях, в том числе и в отношении социальной справедливости, восстановления социальной справедливости, восстановления промышленности, восстановления науки, восстановления культуры, восстановления народа, в конце Будем надеяться на это. Ровне поправил себя, что говорило о Швеции, а не Норвегии. Помылился тут и попрошу. Тут хочу подкрести, что будет больше подкастов и меньше тумачения. Но самые лучшие фрагменты, конечно, увидим в оригинале. Пытание первое. Дисей выпущено 69 ракет против energetyцы Украины. Украинцы говорят, что стрелили 54. Это уже 10, или 11 фала островов. Гиркин отвечает, что Украина проводит войну и с этим фактом не крыет. Что означает, что за довольные протесты можно достоять пятна стака. Там, за было спрецив, можно путь до więзения, что есть диаметрально разнообразная ситуация от России, где особисты по краю Урганда могут себе концертовать в России и мешать ее с ботом. Гиркин твердит, что Украина может врэч стрелать до протестующих. Можем до этого специальные формации, поэтому все будут сидеть сихо. Одночасье, по разу, повторяю, что тылом Украины есть целый НАТО, поэтому никакого голода на Украине не будет. А фали уходицев, generованные через острова, в opiniи мобилизтора, они врэч пожиданы через Киев, который не может быть мартфить о их быт и может скупить себя на высшемку военном. Что до вплыва атаков ракетовых на эффективность СЗУ, Гиркин считает, что вплыв есть минимальный. Послушайте. Не оказывают серьезного влияния на ход военных действий, поскольку вооруженные силы Украины снабжаются хорошо, постоянно, тщательно. И на это отсутствие света в Киеве или во Львове, или в Одессе влияет чрезвычайно мало. Чрезвычайно мало влияет. Более того, как бы это способствует, ну, возлаблению значительной части военных, когда они узнают, что их семьи остались без света и тепла. В то время как, подчеркиваю, газок и нефть продолжают качаться через территорию Украины в Европу. И Украина еще и повышает, насколько я помню, на 18% с 1 января будущего года, или там с 1 февраля, когда у них там контрольные даты, плату за прокачку Российской Федерации газа и нефти по своей территории. Ну, как говорится, без комментариев. Без комментариев. Украинцы, в общем, свои люди, Чуть в опинии потяжного мобильзора о глупении. Оночнее нужно думать о своих людях и жоуниверах, а не о добром быке Украинцах. Така опинила Игоря Ивановича. Цитують его далее. Нам нужно выиграть в этой войне. Оно важнейшим является знижать инфраструктуру транспортную, чтобы прервать заопатрение в войск украинских, хотя бы тяжким спрятом и амуницией. Подкрышлям, не нужно нисчать всех мостов, но не нужно нисчать. Так само главные мосты самохотовые, которыми перемещается транспорт велогабаритовый и тяжкий спрят. Нисчать нужно, потому что он едет против нашим жоунижам. Конец Гиркин. Подсумовując вонтек, послушайте. Эти вопросы все решаемы, на самом деле. Если провести в Российской Федерации мобилизацию, которая даст очень много ресурсов, обязана дать. А если она не даст, значит, будет с кого спросить за эту мобилизацию, почему она не дала таких результатов, которые обязана дать. Поэтому надо не по военкоматам бить, бить надо по учебным лагерям хотя бы врага, где сосредоточено значительное количество уже поставленных под ружье. И надо бить по транспортной инфраструктуре, по которой эти мобилизованные будут доставлены на фронт, по которой они вооружаются, снабжаются, одеваются. И все прочее. Я, кстати, так до сих пор и не понял. У нас вообще уничтожено украинское телевидение или нет? Насколько я знаю, нет. То есть, как только у них появляется свет, тут же начинают работать опять зомбоящик и все системы зомбирования украинского населения. Бережем мы. Бережем. Там, наверное, родственников очень много. У наших пропагандонов, наверное, в Киеве очень много друзей, родственников. В связи сексуальных и всякого такого прочего. ТИНКИИ ВСТЫХАЦИ КОЛЕЙНЕ ПЫТАНИЕ З едной стороны, pan mówi, że nie rozumie, как можно высылать жоунирови для атаков цоуковых на pewną смерть. З другой стороны, всескими силами наводуеты, пан до мобилизации и звеньшения ретности войск. Ви пан, как-то так не хочется умираться от того, что не умираться с поводу глупот доводцов. Ууу, потяжное вызвание рюконе потяжнему мобилизатрому. Слушаем ответы в оригинале, потому что есть интересная. В цели этой войны, чтобы солдат понимал, что взяв, допустим, Киев или Житомир, он закончит эту войну. Но пока он не возьмет Киев и Житомир, война будет продолжаться, соответственно, его шансы погибнуть будут постоянно возрастать или остаться коллегой. И второе, это кадровый вопрос. Извините, если Министерство обороны возглавляет абсолютно некомпетентный ворюга, а начальник генерального штаба у него кретин, то какие будут генералы, которые ему подчиняются? Они что, будут лучше? Нет. По закону Паркинсона лучше никогда. Ни один кретин и ворюга никогда не потерпит у себя в заместителях или в нежестоящих подчиненных честных и талантливых людей. Он их с говном съест. Что, собственно говоря, и производили у нас все 30 лет. Это началось, естественно, не при Фанерном марше или Сердюкове, даже не при Сердюкове, а раньше. Но при Сердюкове и Фанерном это просто достигло своего логического завершения. Когда два министра, которые не знают, что такое военная служба, вообще в армии не служили, стали министрами обороны. Но если один хотя бы пиджачок носил, то второй себе сразу генерала армии присвоил. И обвешивался орденами так, как иной павлин не обвешивается. Если у нас будет проведена кадровая чистка, если во главе армии встанут люди, которые хотя бы честно будут работать, хотя бы честно и будут разбираться в своем деле, то тогда, естественно, у нас появятся и генералы, которые будут отобраны, которые не по принципу, кто в чего кому занес и кто у кого в родственниках, а те, кто умеет воевать. Такие есть. Их надо просто найти и продвинуть. Даже некоторых искать не надо. Есть такие. Хотя и мало. Соответственно, эти генералы будут назначать на должности командира частей и соединений людей, которые хотят и умеют воевать. Они отсиживаются за 200 километров от своих полков и бригад из опасения, что им на Голухаймерс прилетит. И далее вниз, до самого, до последнего солдата. Рыба, у которой полностью сгнила голова, она может сколько угодно трепыхаться. Но она точно не приплывет туда, куда надо. Поэтому два момента, которые я обозначил, они необходимы для победы. Если эти два момента будут решены, тогда война будет выиграна. Тогда солдат не будут бросать в лобовые атаки, по крайней мере, без крайней необходимости. Иногда и надо в лобовые атаки солдат бросать, и никуда без этого не денешься. Это война. Если же этого не будет сделано, ну, соответственно, демотивированные войска рано или поздно могут просто сбунтоваться. Причем сбунтоваться не как сейчас, отдельными небольшими группами, а уже массово. Именно этого ждет противник. Именно на это он опять же рассчитывает, затягивая войну. Если этого в Кремле не понимают, значит там либо дебилы, либо вредители, которые сознательно толкают ситуацию по образцу 2017 года. Проснарядный голод я знаю прекрасно. О том, что у нас сняты с вооружения практически все орудия калибра 122 мм на фронте, просто из-за дикой нехватки снарядов. Просто их нет. Но об этом известно еще, извините, с лета. То, что не хватает сейчас мин для минометов, пока есть, но мало. Да, тоже известно. Пока хватает снарядов 152 мм. Поэтому все артиллерийские полки перевооружены на эти снаряды. И то не везде. Допустим, сейчас, которые с 1 января будут переформироваться корпуса народной милиции, окончательно будут переходить в состав российских вооруженных сил. А сейчас у них снарядный голод. И давно. Вплоть до того, что бойцы вынуждены обыскивать места прошлых боев в надежде найти там брошенные снаряды, брошенные заряды. Таких было много до этого. Собирают их и везут, и пытаются их привести в порядок, чтобы было чем стрелять. Из своих пушек поддерживать свои подразделения. Естественно, из-за конфликта между Вагнером и Министерством обороны, который еще с Сирией имеет корни, так сказать, с известных событий под Хишамом. Ну, и ЧВК тоже уже переведены на, скажем так, на урезанный паек в боеприпасах. Не секрет это давно в войсках. Не секрет. Ну, я дождался, когда это озвучили и вкинули, как говорится, люди, другие. Вот, да, подтверждаю, есть снарядный голод. Есть. Надеюсь, что его удастся решить. В СССР при этом тоже говорят о нехватке боеприпасов. Наступил снарядный голод с обеих сторон. Да, у ВСУ тоже не хватает боеприпасов. Но у ВСУ проблема заключается в том, что у них не хватает боеприпасов к советскому вооружению. И они находятся в процессе непрерывной замены советского вооружения на вооружение НАТО. А к НАТО, к НАТОвскому вооружению, у них боеприпасов, знаете, есть такое выражение жопой, если, извините, выражаясь на грубом солдатском жаргоне. Гиркин подсумевает, что НАТОвскому вооружению заопатрируют их в pełне. Украина имеет проблем с вооружением до радzieских системов артилерийских, поэтому сейчас больше слышим о стрелании с Хаймарсов, Хаубит Сизар или Хаубит 105 мм. До этого вооружения есть споро, а в будущем Украина практически прозброи себя на захотни спрят и грудь амунительный сникнет. А прозброю на певно. Уже сейчас часть одностей заводовых есть прозброена на спрят НАТО, а за хвиле достану НАТОвске цоћги. Гиркин тут подкрећла, что в перспективе Украина будет только себя взмакнать, а Россия будет только слабнуть. Којне пытае. Гиркин ответа, что вонтпи, чтобы знову были протесты. Гиркин ответа, что вонтпи, чтобы знову были протесты. Обецне Бялорусини замарли в полном трвоге оценивании, что Бялорусь доўчат до войны. Огуркин uważа, что, овшем, без вонтпения доўчат, потому что если этого не зроби, прэндэй или поздней Украина втаргнет до Бялоруси. А војско Бялоруси не есть какие-то силны, а и жадна мобилизация не есть в планах. Пытание. Длакего в реалиях путиновскего режиму клэнска на Украине ма допровадить до смуты, або разпаду пањства? Гиркин поясня, что он не умаќ, что клэнска на Украине допровадить до смуты в Федерации Росейской, че там, лютего 1917 года. Длакего? Послушайте. Это как раз смута в Росейской Федерации может привести к поражению на Украине. Да, отдельные поражения на фронте могут стать детонатором, даже в будущем году могут стать детонатором для начала смуты здесь. Для попыток свергнуть президента, для попыток произвести переворот. Но именно разгромить Росейскую Федерацию никакая Украина, даже вместе с Польшей, если Польша вмешается в войну, не сможет. В этом я совершенно уверен. А вот доведя население Росейской Федерации до крайней степени недовольства, затянувшейся, кровавой, непонятной, с непонятными целями, без идеологии войной, вот тогда противник, если доведет до этого, если наша власть вернее до этого доведет, доведет до смуты, вот тогда конечно противник на волне смуты и начнет поддерживать победы на всех фронтах. А аналогия опять же в 17-м году. Росейская Федерации Потяжный мобилизатор odpowiada, że шанса есть всегда. Але появяся засадное pytanie, co нам то да? Если добудемо мисту, руйнувшать я досчетно, далее ином, kolejное умочнение. Константинский район умочненный. Словияский район умочненный. Там есть один ciąгный район умочненный, будованный от 2014 года. С полами миновыми, бункрами, забезпечными тылами, землянками, умокненами, скарпами, вонвозами. Премысланный и завчасу располаганный system обронный. Для этого добывание бахмута ничего не изменит. И фронт не будет уничтожен. От, противник станет немного отсутствующий, а пару генералов достает гвозду богата. А войско пройдет до kolejного региону умокненного, в который будут умереть голову. «Стратегия не есть по-просто шкодлива, а дословно крытынская, либо целово шкодлива», – констатует Гиркин. Далее пошло pytanie, czy będą в 2023 какие-то новые росыськие конфликты. Гиркин сказал, что все уже сказал и подкрещил, что так или иначе война потрва еще длаго. Даже если выиграют в 2023, надал будут долго волчать с недобитками СЗУ. А если не удастся разбить Украину в 2023, Росия станет на прогу смуты, которая закончится войной далеко по-за границами Украины. Пытание. Что czeka войско росыськое в случае утраты Мелитополу? Гиркин по chwili застанавливания отвечает, что означает, что будет противенье с группирования сил на поутнию на две части, то есть, что не знаю, потому что Мелитопол не есть над самым брегем моря. Но по-наймне утраконы станет главный вензел, через который проходят все линии коммуникационные, так называемые Тауриды Пулноцные, как раньше называли этот обшар. А это будет означать, что Бердиянск будет крайне трудно утром. Поэтому именно данный kierунок является наиболее небезопасным. И Гиркин ма szczерую надзеј, что Украинцы упустили момент, когда Россия была очень слаба в этой околике. Пытание. Прошу скоментовать информацию о появлении в обшаре специоперации прыватной фирмы востовой Патриот. Чем ся рожня от Вагнера? Гиркин ствердза, что, овшем, ПФВ Патриот беже удзял в специоперации. Патриот завси был под Министерством Оброны и есть в грунте речи прыватной фирмой востовой Сергея Курзегетовича. Но не ес певны, ко до здолности бојвой этой формации. Нигде не интересовал себя тематом. Патриот занимался охраной суровцов в Сирии, раме в раме с Вагнером. Но Вагнер ес створзен до działaј штурмовых, поэтому так чи инакцией ес наибардеј здолна бојво формациј. Но само появление себя каких-то фирм востовых о ладных назвах ма невелке значение на так огромном фронте. А саме формации этого типу са прежавем гъембокего кризису Сиј Збројных Федерациј Росијскей. Означај, что војско ма нискај здолнасть бојвој. Проба створения невелких, елитарных јдностек, которыми запхася дзюры на найнебезпечнейших керунках, јст хоробом. То са симптомы тяжкей хоробе наших Сиј Збројных. Оголне нашего систему војскового. Додај Огуркин. Ходи о то, что до этих формаций идут люди, которые са заводовыми војсковыми и в нормальном војску доводили бы одзялами, а может навет формацијами. Но они идут валцијть како шерегови до Вагнера. През кој в војску не ма добрых офицерів среднего шцебла, не ма кому доводзић змобилизоваными и ма шбайзер. В нормальном војску којсь такого не може мејцца, констатује Гиркин. Пытание. Длечего Росја не выпови Украине војны, а контенуује гадаћ бздуры о спецоперации? Отповеди послухаме в оригинале «Тераз». Ну потому что а как газ тогда и нефть качать? Через территорию Украины, которая вот... А как там зерно там, зерно аммиак там, который тоже ничего не получилось, но тем не менее хотели же снова запустить аммиак, провод через Одессу. Вроде говорят, не получилось, там партнеры подвели, но хотели же денежки качать. Ну как объявить войну вот в такой ситуации? А как же Газпром? А как же Роснефть? А как же их доходы? А как же у нас куча имущества наших олигархов, которые понакупили себе всего на Украине еще задолго до 2014 года? Их же собственность тогда получается исчезнет, да их долит. Еще не все конфисковали, уважаемые партнеры киевские. На и он что-то осталось? Далее пошло питание о конфликт между Шойгу и Пригуржинем, который, атакując Герасимова, пощердно атакует Шойгу. Гиркин ствердит, что это то чистой воды феудална walkа о стоуке, когда двои ксюзэта при Крюевском дворце не крэпуются обвинять навзайем, а их васалы в гуле вливают на себе виадра помыли. Эвидентно, это велика за политичный Олимп. На шкыце уже грызут в надежде на то, что будет по Путинь. Ведух Гиркина то само было на Украине, но шанownи захотни партнеры с УСА упорядковали ситуацию. А в Роси феудална самовола преистокила себя в кризис влады. Войсковый кризис допроводил до кризису влады, а тот с клеей будет поглебать кризис востовый, подсумевает Гиркин. Пытание. Czy будет пан ищть до политики? Czy поłączy się пан с инными структурами или организациями? Гиркин отвечает, что самодельно, без сигнала от администрации президента, не дася створить партии политичной. Интересовал себя своего часу этим тематом и есть tyle крючков и warunkов, что без проблем ответный урент досзука się wielu блэндов и таковы отрючи. Не дася залеистровать ни партии политичной, ни даже организации społeczной. В краю не ма политики, дает Огуркин. По-просто не ма. Зрештой вымаганы с очень важные środки финансовые, которых Гиркин обычно не посида. Одночше потяжный мобилизатор дает, что в его опинии его роли полега на промывании отрицать. Он может промывать каких-то людей, структуры, преклоняйся до зъедночения и помагания в творении структур, которые будут едночить так званых «розезлонных патриотов». Что тоже пробует сделать от пару тыгодних. Но нистете, как на разе, sukcesы с очень скромные, потому что люди боятся и имеют надея, что как-то будет. «Ник не хочет как-то первый выходить на барыкады, потому что он имеет большинство шансов уцерпеть», подсумевает свой obecный высилек политично-своечный потяжный мобилизатор. Которое вопрос, мобилизация, то, что пиунница любит больше. Почему не препроводзана есть вторая фала мобилизации? Преще кто мог уcieк уже учек Киркин отвечает, что может быть не только вторая, но и третья фала мобилизации, которые будут неизбедны. Слушаем почему. Чтобы победить, именно победить на Украине, нам необходимо будет поставить в строй еще там полмиллиона условно говоря солдат. Как минимум. И даже если желание победить не будет, все равно придется проводить еще частичные мобилизации, они будут проводиться, я думаю, после Нового года, годовщине СВО, когда в Кремле окончательно поймут, что никакого договорничка не будет, рано или поздно должны же это понять, то тогда еще проведут что-нибудь. Проблема ведь в том, что просто призвать под знамена людей, их же надо не просто даже одеть, обуть и вооружить, их надо обеспечить командирами, их надо обеспечить размещением, их надо обеспечить питанием, просто они даже сейчас, даже часть мобилизованных во время прошлой мобилизации до сих пор этим толком не обеспечена. Это не значит, что они разуты, раздеты, это значит, что они неорганизованы нормально. не буду приводить факты, которые мне известны в этом отношении. Мне пишут каждый день об этом. Оттуда или оттуда, практически во всех соцсетях, в личке, и не только я получаю сообщения, я их обычно не озвучиваю, даже когда просят, не озвучиваю. Но условно говоря, то, что справились со всеми проблемами, как заявил, по-моему, сегодня наш фанерный маршал, это неправда. Еще с проблемами прошлой мобилизации частично не справились. И проводить новую массовую мобилизацию в ситуации, когда некому будет даже командовать ими, сначала кадрированные части надо собрать. Сначала, чтобы люди туда поступали, чтобы там были уже офицеры, унтер-офицеры, там, сержантский состав, которые хотя бы их примет под команду, организуют, и они не будут там сжечь костры и пьянствовать от нечего делать, где нам будет налажено хотя бы предварительное обучение и сколачивание этих людей. Но вот когда это будут сформированы такие кадрированные части, тогда по идее надо проводить следующую волну мобилизации. запасные батальоны, запасные роты при частях и соединениях, маршевые там и так далее, где в этом проблема. Мало человека вызвать военкомат, сунуть ему в нос повестку, даже мало его одеть, дать ему каску, форму и сунуть в руки автомат. От этого он солдатом еще не станет. От этого он станет вооруженным гражданским, не понимающим вообще, зачем его и куда его призвали. это проблема. Питание. Czy смобилизованы помогли войску? Если не, почему? От самого початку помогли, ответа Гиркин. Часть смобилизованных пошла до одиносток линейных, где мы уже dosлownе пару людей. Для примера, в батальоне осталось 20 людей, 主要 офицеров. И таковые батальоны были нестолны для борьки, в мобилизатуре. М.е. до них влано змобилизованных. Дяки мобилизантам спору единостек отзыскало какую-то важность боевую и уже под Херсонем активно бортили. Но для преломания ситуации, как до Чин, для преломания потребна есть значительная привага личебна. Змобилизованы, как на разе, устроили претеребеные росыськие единостки и надея вхланили через войско росыськое. Войско, которое сбудовал Сирдюков и Шойгу, не есть встани претравить даже первой фали мобилизации. Хоть та была уже stosунково давно тому. Подсумовує Igor Иванович. Пытание. Уważа pan decyzję главно доводzącego wynikiem глупоты czy celowym działaniem? Киркин odpowiada, что без разницы. Кака ему разница, чи Герасимов, доводца штабу генералного, działa как działa? Поневаж ест дурнем, чи достает такие дырективы от ворога? Киркин твердзи, что есть уверен, что в роте седе споро агентов Заходу. Хотя бы для того, что в роте есть много людей из лет 90. Когда то на старом плаку седала группа пара десятков дорадцов просто с американского Департаменту Стану, которые, в опинии мобилизтора, без въятнение займалися рекрутацией агентов. И часть этих агентов есть в войску, а часть в администрации президента. Есть еще раз, что агентство, что агентство промахали кретинов на высокие становиска. Но результат есть такой сам. Робоча версия Гиркина есть такая, что Герасимов есть кретинем. Ктось может иметь робочую версию, что Герасимов есть агентом ворога. Не ма разница. Треба го зменить так, что иначе. А так по за тем, дадает Огуркин, комисия следча может его дорвать и запытать, как то так плановал он спецоперацию, что Россия осталась разбита по месяцу, а на 10. месяц войны такая потенка востковая как Россия, не дощ, что не может поконять противника, то еще кофа себя. Муси збадать, чи он ворогим, чи кретинем. А если окаже себя кретинем, то треба збадать, чи тот, кто над ним поцелега за шнурки, не ест часом ворогим. Коњчий несъединенный следчик с рамения ФСБ, Игорь Иванович Гиркин, который хетни запросиłby до своей пијвницы Пригоржена, Шойгу, чи Герасимова, о чем нам тут в цели в цели останнего року оповидај. Којне пытање. Чи варто баћся украјнских поцисков маневрујјцых? Овшем, отпевиада Гиркин, треба. Навет Москве заатакуј, если узнај то за стосовне. Пытание. Длакего не wykorzystaть 14 тис. цоћѓуј, каке јма Росја до змасованих пређањањ фронту, ак за Великой Отечественной. Гиркин ответил, что немного изменилось и в часе Великой Отечественной не было брони, которая палила цоћги с двух километров. Одним выстрелом. Война изменилась. Там, где когда-то бронировал батальон, obecне выставил Плутон до оброна, который есть так насыданный спрятом противопанцерным, что armады панцерные странили раке быту. Зрештой 14 тысяч цоћгов без зауг есть мертвым желаствем и презентами для врога. Слухаймы којцовки выводов в оригинале, бо бендзе биатлон. В составе батальона, в составе рот танковых. Тогда это будет танковая рота, если она постоянно тренируется в составе роты. А если бросить даже отдельные экипажи в бой, не натренированные в взаимодействии между собой, это будет толпа танков отдельных. В следующем вопросе было о том, как знивеловать оброну противополотничество противника, аби муць выкурзащать премиагу в полетсу. Киркин ствердза, что бракуе ему введы до ответа на так школоговое питание и не будет говорить на тему, в котором не ест специалистом. Але даў свое и настэмпујомце пенч копеек. Просто ешчо раз скажу, пабеда достигается не отдельными видами оружия. Пабеда достигается комплексом мер всех видов оружия, взаимодействием, четким взаимодействием всех видов оружия. Если где-то чего-то не хватает, надо компенсировать за счет усилий там, где есть преимущество. У нас сейчас есть преимущество, теоретически может быть преимущество, в количестве частей и соединений, которые мы можем сформировать. Боевых частей и соединений над противником. Вот это преимущество нам придется использовать, раз уж мы провалились с высокоточным оружием, не смогли им подавить врага. Придется воевать, как обычно, как всегда Россия воевала в таких случаях, из-за тупых генералов и неинтересовавшихся армией глав государств. Придется опять воевать массой, иначе никак. Иначе никак. А иначе будет поражение и жертв будет в 10, в 100 раз, больше страна развалится, будет гражданская война. Гражданские войны, вернее, по всей стране. Пытание. Какий есть сенс приказания Украине патриотов? Чи будут встанее wykorzystaть таковый спрэнт? Отповеди послухаймы в оригинале, потому что мне урекла. Конечно смогут. Они что, дурнее нас что ли? Такие же русские люди, русский человек в принципе по природе не глупый, талантлив, IQ русских в целом, особенно если человеку учить, а не накачивать наркотиками и водкой, в целом выше, чем в Западной Европе. Чем русские глупее? Американцы обучат. Надо будет инструкторов поставить, надо будет, кого надо переоденуть в украинскую форму, и будут там мыколы, черномы, обучать украинских военных. Собственно, они и так сейчас делают, даже не особо скрываясь. Надо будет поляков пришлют. А у поляков есть патриоты, и они обучены, ими пользуются. Смех, конечно. Конечно, принесут пользу. Пытание. Czy Wagner powinien обецать нагроду за информацию о локализации HIMARS-ов или системах противлотнических? Киркин odpowiada, что уже давно тому нужно было это делать. Сейчас уже немного поздно. Но таким чем-то должен заниматься не Wagner, а специальная компания локализациях. внутрь СИУ Збройных Федерации Росейской. Киркин отдает, что даже в часе его побыта в околицах фронта был научным свидетелем, как Украинцы звонили до жојнерзи росыјских и чистым росыјским очень упражнение говорили листы, где долларов можно отримать за какие приказаны спрэнт. Колејне пытање. Длечего не са докониваны змасованы удашения лотниче? Поневаж не выелиминовано оброны противлотничеј, отвечает Игорь Иванович. Можно было бы сделать змасованы удашения лотниче, але было бы то окупione дужими стратами всьруд лотничества. Найвидочней, бьерњць поправке на ситуации з лотниками, лощеј узбројня и самолотов, а также станем вражих сил противлотничејх, узнано, что атак не ма сенсу. Киркин не ест певен, как он бы постапиј, але ве, что działания лотників мобилизатор Dr. Потому что если НАТО вносит в войну, не можно найти ситуацию, где целое лотничество взросло в взрослых лотах на Украине. Счастливо, что сейчас производится в стране очень мало листья самолетов и ликоптеров. И производят очень, но очень быстро, очень быстро. Не вспоминяя о чиннике части заменных из-за границы. А ни воинская, ни тылова оборона противолотничества не есть снивелирована. Поэтому де-факто Россия может разить цель единой ракетами «Поветры-земя» и «Земя-земя». КОЛЕЙНЕ ПЫТАНИЕ З Мелитопола врага люди, которые работали там при работах связанных с отбудовой. Знам их особище. Добре плакат, добре працуют. Крадежсть środков budжетовых есть колосальна, доконавана через местовых. Так mówią kierownicy бригад отбудовы в Мелитополу. Здемобилизованный мобилизатур odpowiada, что сам видел, какими быстрыми, ударными темпами ремонтуются дороги. Будутся мосты и так далее. А о крадежи Пиwnичак сказал урочных слов «клока». Короче, ударными темпами. Работы ведутся действительно очень быстро. Но воруются деньги, ну а чего удивительного-то? Чего удивительного? Замечательная система, социально-экономически выстроенная за последние 30 лет, особенно за последние 20, она, в общем-то, построена на распил, откат, откат, распил. Почему должно быть по-другому? Люди все те же самые наверху, которые пилили и откатывали всю свою жизнь на всех своих постах. И стали миллиардерами практически все. Они никуда не делись, они по-прежнему руководят. С чего? Внизу будет по-другому. Не будет по-другому внизу. Еще раз, рыба гниет с головы. Пока голову будет гнивая, рыба будет плавать к верху брюхом. Далее, аматер згнилых рыб отримал питание о дате важности амуниции, которая у вас не стрела. Киркин признает, что наиболее надаля выстреливанный есть спадок по ЗСР. А он сам, волчавши как обслуга мостерза в 1992 году в Бощни, стрелял поцисками выпродуковаными в 1946, которые были сухи. Были хорошо прихожаны и так далее. С пяти выстрелных поцисков были два негапау, а с пяти главных ладунков działały только два. Но там были также какие-то ладунки запасовые, поэтому как-то это делало. А в первую чеченскую стрелял поцисками с 1949 или 1950 году продукции. В грунте речи не знаю, на или цел не летали в цел, но сумма суммарум выстреливали и выбухали. А главным проблемом есть не поциск, а ладунок. Плюс с часом материал выбуховый траси свои właściwości. Так или инакцией, то racей вопрос для специалистов. Он только может говорить о собственных doświadлениях в этой kwestии. Шибкие питанки о армате. Послушайте. На большую часть я думаю, что я уже ответил. А, появятся ли танки и арматы на фронте? Рано или поздно появятся анонсы об их боевом слаживании и подготовке к отправке. Ну, конечно, рано или поздно появятся. Но в основном в качестве пропагандистского элемента, потому что их мало. И не дай бог будут потеряны, и не дай бог уважаемые киевские партнеры это зафиксируют. Остатнее питание. Почему зникнули громкие клипы с walkами чеченских отделов? Гиркин отправляет, что зникнули, потому что скончили себя. И не можно уже прийти в местах, где волчили Росиане и награют клипы, твердя, что самодельно сдобыло себя данный обшар. Сейчас не мае преимущество, поэтому не мае, что нагреть. Обецне главная walkа полега на седении под огнем артылерии, помижаясь Бахмут и еще несколько вспоминанных мест. З этого не награды за очень веселых клипов. А по-за тем, фронт стоит в месту. Одночасье Гекин подкрећла, что не означает, что Чеченов в уголе не ма на фронте. Сам видел их в Донецке, поэтому Чечени служат или бојво, или не бојво. Но никогда не имели такой ваги, которую себе предписывали. На этом закончим сесје Q&А и скупимеся на последней части материала, czyli Жечениах новорочных просто с пињницы потяжного мобилизатора. Послушайте разом. Так, что-то есть еще у нас? Так, завершение нашей затянувшейся беседы. Немножко она прошла не так, как я хотел бы. Наверное, я был сечеччур эмоционален. Как-то мне хотелось более академично, более системно, организованно провести этот стрим. Ну, не получилось, извините, не получилось. Очень много эмоций. Ну, тем не менее, всех зрителей поздравляю с наступающим 2023 годом. Тем из вас, кто сражается нашей стороне или просто нейтрален, я желаю всего наилучшего. Врагам я желаю всего, что только может пожелать им последовательный и смертельный враг. То бишь, всем, так называемым, патриотам, так называемой Украины. Поверьте, совершенно уверен, что если бы я имел возможность серьезно участвовать на хорошем уровне в так называемое СВО, думаю, сейчас бы вы не находились в таком замечательном положении, в котором находитесь. Уверен просто в этом. Желаю и вам, чтобы эта ситуация изменилась и чтобы в будущем году, в 2023, у меня бы появилось больше возможностей для того, чтобы вас скатать. Раскатать как бог черепаху. Ну, до свидания. До новых встреч в будущем году. Препятные желания. Поверьте, один из лучших. Обы 2023 был еще лучше под этим взглядом. Еще может в рамках интересного, чтобы дать вам безценную перспективу, как очень мощный мобилизатер потерял надежу, Обейшим желания нового року Игоря Ивановича с конец 2021 года. Огландамы. Всех наступающим Новым Годом. Желаю всем вам, чтобы мрачные прогнозы не сбывались. И в любом случае смотрите на жизнь с оптимизмом. Другой жизни у вас не будет, другой страны у нас нет. Во всем можно найти хорошее. И даже в эпоху перемен можно быть счастливым и можно приносить людям пользу. Даже в самых тяжелых обстоятельствах. Ах, тогда еще был надежи. Тогда еще был улыблен, что не все так прегнило. Ну и тогда еще не ciążyл над ним вырок. Аж просил какие-то мемы из серии «How it started, how it's going». Пięкна это была дебата, не запомню ее никогда. Одночасно, я надеюсь, что вонтек политический будет иметь в 2023 развиние. Иргин практически потроил свои засинги в целом году и за смешного вуйка с вонсом, с сотками людей на сумене, преисточил себя в потяжного мобилизтора с выроком до живоца и мощную косом с росыским монем и пригожином. Забачим, если что-то из этого выникнет. Еще раз желаю вам всего доброго в 2023. Очень спасибо, что вы можете помочь мне в моей ютубовой пригоде. Мам надежи, что уда мне себя утримать вас в 2023, хоть не мам злудзей, что с часом все смешимы себя тематом, а и сам конфликт когда-то закончится. Немне, я надеюсь, что уда мне себя вам не подпасть, не зепсусь своей репутации и надал будете заинтересованы мою работой. Спасибо большое, поздравляю вас сердечно и мощно, мощно скискам.